Белоруссия – стратегический партнер и надежный союзник России. Наши страны объединяют братские отношения, общекультурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО. С февраля прошлого года численность войск, усиление блока в Восточной Европе и в странах Балтии увеличилось в 2,5 раза и превысило 30 тысяч человек. Более половины из них – военнослужащие Соединенных Штатов Америки. На восточном фланге Альянса регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией. Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации Соединенных Штатов Америки и тактических ядерных сил НАТО. Вступление Финляндии в Североатлантический Альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности. В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений. Защищая националистический киевский режим, коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарных сферах. Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 миллиардов долларов. Страны НАТО поставляют вооруженным силам Украины вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов. Соединенные Штаты Америки и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. Нарушение международных конвенций Вашингтон, включив в пакет военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи. Отлаженный механизм совместного военного планирования обеспечивает эффективное функционирование региональной группировки войск и единой региональной системы противовоздушной обороны. Налажено взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество и кооперация оборонно-промышленных комплексов наших стран. Совместные мероприятия, оперативные боеподготовки проводятся как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. В ходе учения ОДКБ на территории Беларуси отработаны вопросы материально-технического, медицинского обеспечения, ведения разведки и РХБ защиты. Для повышения качества обучения российских и белорусских военнослужащих созданы учебно-боевые центры. Кроме того, продолжаем готовить белорусских военнослужащих в высших учебных заведениях Министерства обороны России. На сегодняшнем заседании подведем итоги совместной деятельности за прошедший год и определим перспективное направление дальнейшей работы. Также рассмотрим ряд вопросов укрепления единооборонного пространства с учетом опыта проведения специальной военной операции.